Здравия и процветания, всем достойным того. Я, ну это я, и я надеюсь, что вы тоже это вы, поскольку лучше быть самими собой, по крайней мере по той причине, что все остальные роли уже давным-давно заняты. Итак, сейчас я хочу рассмотреть некоторые фотографии и изображения старой Одессы. Тут ситуация чем важна? Вообще, конечно же, я сторонник совершенства. Я сторонник того, что превосходит все другие варианты. И, естественно, если есть современные фотографии, если есть современные те или иные другого рода изображения, компьютерная графика, то, конечно же, это намного превосходит, намного важнее и интереснее каких-то старых, серых, буромалиново непонятных таких вот картинок и так далее. Однако, понимаете, что со временем все менялось? Ну, это вообще не секрет. Вы, наверное, считаете, что я говорю сейчас банальщину, и в какой-то степени это так. Но я хочу как раз вас призвать от банальщины к ясности и к истине. Например, давайте возьмем современные фотографии и изображения Одесского археологического музея. Мы видим, да, Одесский археологический музей. Перед ним стоит некая статуя, есть некоторые лужайки, есть много чего другого интересного. И музей очень хороший. Я, несомненно, и независимо от каких-либо внешних обстоятельств, настоятельно советую и рекомендую каждому из вас по крайней мере один раз зайти в этот музей. Один раз ещё не учёный. И для того, чтобы по-настоящему стать понимающим человеком в вопросах археологии, нужно заходить в музей многократно и заходить туда не из праздного любопытства, как это делают современные люди, у которых в некоторых кругах считается, типа, престижно пройтись по музеям, посмотреть, о, какие вот эти примитивные были, древние, вот как у них всё было плохо и как у нас всё хорошо. Но если с точки зрения ясного сознания подходить к данному вопросу, можно обнаружить, что иногда как раз наоборот. Кроме всего важного, что есть в музее, есть само здание Одесского археологического музея. И смотрите вот, пожалуйста, на его внешнее оформление, на его фасад, так скажем. Ну да, архитектурно это, собственно, и называется фасадом. Внушительное здание, достойное здание. И сейчас, к счастью, оно находится, ну, я не скажу, что в плохом виде. К сожалению, я не скажу, что и в хорошем виде. Однако вполне в нормальном виде. В сравнении с многими одесскими зданиями, которые, несмотря на свою величайшую архитектурную ценность, но выглядят совершенно неподобающе. Это же здание имеет нормальный вид, нормальный вот имя. И давайте посмотрим на это фото. Вы видите тот же самый Одесский археологический музей. Присмотритесь, идет какая-то старуха с палкой, какие-то маленького, в сравнении размера получившиеся, военные, какие-то другие люди стоят. И присутствует наш дорогой музей. И, самое интересное, это еще не музей. Музей, который еще не музей. Оно не важно. Отчасти он и начал уже к тому времени использоваться как музей, а отчасти и сейчас у него есть некоторые вспомогательные функции. И давайте присмотримся к его верху. Мы видим, здесь присутствует в центре некий герм, от которого в обе стороны расходятся своеобразные спиральные завитки, которые мы осматривали, которые присутствуют на многих разных предметах, которые присутствуют в зодчестве, в иконографии и так далее и тому подобное. И вот, что здесь интересно. Даже не само наличие герба, хоть это также очень важный смысл. Поймите, ранее, ранее в древности в таких местах изображалась Рада или изображался Ра. И некоторые такие изображения на зданиях Одессы присутствуют. Обратите внимание еще на кое-что. Это некая выбоина, которая присутствует практически на одной из центральных прямоугольных колонн в фасаде музея. Интересно то, что теоретически это должно быть начало музея. Теоретически только недавно музей открыли. И вот смотрите, недавно музей открыли и уже на здании выбоина. Изначально вверху присутствовало изображение Ра, присутствовали смотрящие в обе стороны грифоны, присутствовал некий специфический акротерий с факелом в центре. Все это как-то напомекает на идею, что, возможно, здание намного старше. Возможно, здание не возводили, когда строили, так сказать, Одессу, когда основывали, так сказать, Одессу. Возможно, здание намного старше. Ну, а может быть и нет, возможно, тогда его кто-то покалечит. Тем не менее, тем не менее, сейчас уже того герба не присутствует. Давным-давно. И если разбирать другие фотографии, то сначала его заменили на упрощенную версию, позднее его убрали, позднее вообще полностью все убрали. И сейчас там присутствует просто ровная вертикальная поверхность. Это я к тому все веду, что не только важно то, что сейчас изображено на здании. Важно то, как оно таким стало. Важно то, что на зданиях изображалось раньше. И важно это все осмыслять комплексно. Я именно к этому вас и призываю. Понятно, что это вопрос очень такой объемный. Понятно, что придется много думать. Но я вас именно к этому призываю. Поскольку только постоянно и качественно осмысляя наше древнее наследие, мы можем прийти к какому-то пониманию этого наследия. Вообще само расположение музея для меня странно. Достаточно странно. Получается, спереди присутствуют окна внизу, которые полузакопаны. При этом, если обойти сбоку, то получается как раз еще нижний этаж присутствует. И да, можно это все объяснять тем, что, например, изначально так и планировалось и задумывалось возвести здание, чтобы типа спереди казалось так, а внутри оно казалось больше. И изначально именно некий склон с такой вот неровностью был предназначен для этого здания. Но не знаю. Возможно и другое объяснение. Возможно объяснение некого потопа. Конечно же, я не сторонник тех, кто говорит, что была ядерная война, соответственно, недавно и так дальше. Понимаете, здесь как вариант с потопом, почему бы и нет. Как вариант тем, что Одессу, когда захватывали войска Российской империи, уничтожили те строения, которые здесь были, некоторые на скорую руку перечухали и так вот построили, так сказать, Одессу с нуля. Такой вариант имеет целую кучу подтверждений. И такой вариант, я считаю, наиболее, в принципе, правдоподобным. Ну и, конечно же, так сказать, официальный вариант о том, что просто так построили по некой прихоти, в принципе, тоже однозначно на данный момент в отношении музея я не отбрасываю. Ну и коль мы уже с музеем несколько разобрались, и многим моим зрителям, я знаю, он уже надоел, но я буду вам им надоедать до тех пор, пока вы для начала не высмотрите все те материалы по музею, которые уже присутствуют на моих каналах, а во-вторых, пока вы сами не начнёте ходить по музеям. Для того, чтобы вас никто не мог обмануть, чтобы никто не мог сказать вам какую-то глупость про прошлое, чтобы вы сами приходили и видели, что реально было. И дальше уже в меру своих знаний, чтобы вы думали, могли это возвести, не могли, как могли, и что могли, и кто мог. Смотрим, соответственно, на улицу Преображенскую. Как видим, так же всё полностью отличается от того, как мы это видим сейчас. Получается, получается... Я, правда, не совсем понимаю, Преображенское — это угол чего? Поскольку здесь присутствует христианское культовое сооружение, и создаётся впечатление, что это Преображенское угол Дерибасовской. И таким путём у нас на месте пассажа присутствует совершенно другое здание, вверху на котором присутствуют спиралевидные орнаменты трипольского характера. На фасаде также присутствует треугольный некий такой свод вверху, в котором также присутствует что-то типа того, что присутствовало раньше на Одесском археологическом музее. Как видим, там вдалеке есть и одноэтажные маленькие домики какие-то, есть и двухэтажные. Но это здание вполне такое солидное. Сейчас, к сожалению, его нет. Вот смотрим ещё одна интересность. Предмет деревянного зодчества также на территории Одессы. Сейчас такого элемента я также не обнаруживаю. Смотрите, это Одесский вокзал. И понимаете, да, современный Одесский вокзал кажется более внушительным. Но этот Одесский вокзал имеет именно ведическую символику, ведическую планировку, ведическую архитектуру. А современный уже не сильно. Там уже много какой-то постимперской, много советской. И это всё как-то так очень... Ой, боже помилу, очень не так, как надо. Скрещено с тем, с чем не нужно скрещивать. Короче, с одной стороны, всё-таки наш вокзал является некой такой одной из гордостей Одессы. И в сравнении с другими вокзалами не скажу, что самый лучший, но и далеко не самый худший. И в сравнении с рядом киевских вокзалов он намного превосходит. Тем не менее, современная версия хоть и выглядит солидней, но намного примитивней старой.